Библия, Псалтирь, Псалом 1, Псалом Давида. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Псалом 2, Псалом Давида. Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника его. Расторгнем узы их, и свергнем с тебя оковы их. Живущий на небесах посмеется. Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе своем, и яростью своею приведет их в смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею, возвещу определение. Господь сказал мне, ты, сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их же злом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Итак, вразумитесь цари, научитесь судье земли. Служите Господу со страхом, и радуйтесь с трепетом. Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре. Блаженны все уповающие на него. Псалом 3. Псалом Давида, когда он бежал от Авессалома, сына своего. Господи, как умножились враги мои! Многие восстают на меня, многие говорят, душе моей нет ему спасения в Боге. Но ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и ты возносишь голову мою. Глазом моим взываю ко Господу, и он слышит меня со святой горы своей. Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня. Не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня. Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо ты поражаешь в ланиту всех врагов моих, сокрушаешь зубы нечестивых. От Господа спасение над народом Твоим, благословение Твое. Псалом Четвертый Начальнику хора на струнных орудиях Псалом Давида Когда я взываю, услышь меня, Боже правды моей. В тесноте Ты давал мне простор. Помилуй меня и услышь молитву мою. Сыны мужей, доколе слава моя будет в поругании, доколе будете любить суету и искать лжи. Знайте, что Господь отделил для себя Святого Своего. Господь слышит, когда я призываю Его. Гневаясь, не согрешайте, размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших и утешитесь. Приносите жертвы правды и уповайте на Господа. Многие говорят, кто покажет нам благо, яви нам свет лица Твоего, Господи. Ты исполнил сердце мое весельем с того времени, как у них хлеб и вино умножились. Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един, даешь мне жить в безопасности. Псалом Пятый Начальник ухора на духовых орудиях Псалом Давида Услышь, Господи, слова мои, уразуми помышления мои, внемли глаз у вопля моего, Царь мой, Бог мой, ибо я к Тебе молюсь. Господи, Рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобою, и буду ожидать, ибо Ты, Бог, не любящий беззаконие, у Тебя не водворится злой, нечестивые не пребудут пред очами Твоими, Ты ненавидишь всех, делающих беззаконие, Ты погубишь говорящих ложь, кровожадного и коварного гнушается Господь, а я по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем. Господи, путеводи меня в правде Твоей ради врагов моих, уравняй предо мною путь Твой, ибо нет в устах их истины, сердце их пагуба, гортань их открытый гроб, языком своим льстят, осуди их, Боже, допадут они от замыслов своих, по множеству нечестия их, отвергни их, ибо они возмутились против Тебя, и возрадуются все уповающие на Тебя, вечно будут ликовать, и Ты будешь покровительствовать им, и будут хвалиться Тобою любящие имя Твое, ибо Ты благословляешь праведника Господи, благоволением, как щитом венчаешь его. Книга притчей Соломоновых, глава первая, притчи Соломона, сына Давидова, царя Израильского. Чтобы познать мудрость и наставление, понять изречение разума, усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты, простым дать смышленность, юноше знания и рассудительность, послушает мудрый и умножит познания, и разумный найдет мудрые советы, чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их. Начало мудрости – страх Господень, доброе разумение у всех, вводящихся им, а благоговение к Богу – начало разумения. Глупцы только презирают мудрость и наставление. Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей. Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Если будут говорить, иди с нами, сделаем засаду для убийства, подстережем непорочного без вины, живых проглотим их, как преисподняя, и целых, как нисходящих в могилу, наберем всякого драгоценного имущества, наполним домы наши добычью. Жребий твой ты будешь бросать вместе с нами, склад один будет у всех нас. Сын мой, не ходи в путь с ними, удержи ногу твою от стези их, потому что ноги их бегут ко злу и спешат на пролитие крови. В глазах всех птиц напрасно расставляется сеть, а делают засаду для их крови и подстерегают их души. Таковы пути всякого, кто алчит чужого добра. Оно отнимает жизнь у завладевшего им. Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой, в главных местах собраний проповедует, при входах в городские ворота говорит речь свою. Доколе невежды будете любить невежество, доколе буйные будут услаждаться буйством, доколе глупцы будут ненавидеть знания, обратитесь к моему обличению. Вот я и залью на вас дух мой, возвещу вам слова мои. Я звала, и вы не послушались, простирала руку мою, и не было внимающего. И вы отвергли все мои советы, и обличений моих не приняли. Зато и я посмеюсь вашей погибели, порадуюсь, когда придет на вас ужас. Когда придет на вас ужас, как буря, и беда, как вихрь, принесется на вас, когда постигнет вас скорбь и теснота, тогда будут звать меня, и я не услышу. С утра будут искать меня, и не найдут меня. За то, что они возненавидели знания, и не избрали для себя страха Господня, не приняли совета моего, презрели все обличения мои. Зато и будут они вкушать от плодов путей своих, и насыщаться от помыслов их, потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их. А слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла. Субтитры создавал DimaTorzok